Поздние грозы Мой расклад необычен, и он посвящен женщине, которая поет. Думаю, Алла Борисовна догадывается, почему я делаю этот расклад. Итак, карта размешана. Вопрос такой. Какими способностями обладает Алла Борисовна? Упавшие карты я вам пока показывать не буду. Я думаю, вам видно. Рыцарь металла. Возможность к нападению. Шестерка воды. Хитрость. И императрица. Императрица карта возможностей, карта силы. Карта лучшей женщины в той области, в которой она чем-то занимается. Соответственно, в вокале. Но, честно говоря, я хотела от карт получить немножко другой ответ, касаемо другой ее возможности. Попробую задать вопрос иначе. Пусть годы проходят, жжет на земле любовь. И там, где расстались, но встретились нынче вновь. Силенее разлук, тепло твоих рук. Мой верный, единственный друг. Задаю вопрос иначе на другой колоде. Какой способностью обладает, чем обладает Алла Борисовна Пугачева? Потому что предыдущая колода мне показывала ее с другой стороны, с которой вы все ее уже знаете. Итак, карты размешаны, я спрашиваю. Ну вот тут эта колода, это оракул ведьмы. Предыдущая была 111 карт. Отчетливо показывает. Ведьма, прогулка по саду и больница. Что можно сказать? Это ведьма, которая буквально съедает мужчин рядом с собой. Ну мы это замечаем, да? То есть она имеет возможность вытягивать их жизненную энергию. То, что она ведьма, я думаю, это понятно. Не знаю, понятно ли ей, но понятно всем окружающим, кто обладает хоть какими-то способностями, что это действительно есть. Есть интересные случаи, связанные с самолетом, когда она предсказала, что с самолетом могут быть проблемы, и поэтому не села и не полетела никуда. Давайте сейчас на картах посмотрим эту историю тоже. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит в юг, когда припомнишь, как давно... По причине чего Алла Борисовна не полетела на самолете, с которым могло что-то произойти, да? То есть негатив, потому что он был неисправлен. И это известная история. Вы видите, она чувствовала, что с самолетом что-то может произойти. За счет чего она чувствовала? За счет того, что она это видит. И это она закрылась, закрылась, чтобы ничего не произошло. То есть совершенно точно можно говорить, что Алла Борисовна обладает магическими способностями. Способностями ведьмы. Но это еще не все. А сейчас мы с вами будем смотреть и другие аспекты жизни Аллы Борисовны Пугачевой. Меня однажды спросили, что самое страшное в старости. Ну а я сказал, откуда я могу знать. Но я слышала, как старики говорили, что самое страшное в старости – это мысли о молодости. Всегда все чувствуют. Точно. Один раз была история, когда она рассказывала, когда у нас заходило какой-то маленький самолет, поднялась по такому небольшому трапу, там четыре ступеньки, остановилась и говорит, что-то лучше не полетите никуда. Давайте останемся. Говорит, Алла Борисовна, зачем? Все нормально, у нас через несколько часов уже должен быть в другом городе какой-то концерт. Говорит, нет, 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 все переносим, дайте останемся. После этого начали следовать самолет и выяснили, что если бы он взлетел, он бы взорвался спустя 10 минут. Южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, И память перелистает, и встретится, нас заставит, и встретится, нас заставит. И еще меня на рассвете губы твои разгудят. Жизнь публичных людей часто связана с мнением публики, с мнением тех, кто на них смотрит, с различными пересудами, слухами и так далее. Это, в общем-то, их продвигает очень часто, потому что некий пиар, бывает и черный пиар, и белый пиар, это все-таки пиар. Значит, сейчас я буду смотреть касаемо личной жизни Аллы Борисовны Пугачевой. Я думаю, это многим интересно, потому что многие следят за ее творчеством и за ее личной жизнью в том числе. Итак, что Алла Борисовна Пугачева чувствует к Филиппу Киркорову? Что Алла Борисовна Пугачева чувствует к Максиму Галкину? Держи меня, соломинка, держи меня, когда вокруг шторма в 12 баллов. Держи меня, соломинка, держи меня, когда друзей по жизни разбросала. Что мы видим? Филипп Киркоров – это ветер, он ушел из ее жизни. Но достаточно мощная персона. Значит, Максим Галкин – это ангел, то есть такое дитя, которого она в некоторой степени оберегает. Значит, чувств любви ни в той, ни в той карте нет. Не говори мне так, зачем ты так со мной? Ведь жизнь долгая, любовь не вечная. Главное, закрыть смятенье, слышу голос твой. Ты птица гордая, ты птица певчая. И отпускаю тебя. Следующий интересный вопрос. Кем является Алла Борисовна Пугачева для эстрады? Мы прекрасно понимаем, те, кто, естественно, занимается магией, в той или иной степени разбирается в энергетике, что это личностный мощный эгрегор эстрады, который, в общем-то, под собой держит очень многих. И до сих пор держит, независимо от того, поет Алла Борисовна или не поет на эстраде Алла Борисовна. Ее в свое время сравнивали некоторые люди с Софией Ротарой, но это совершенно разные женщины, и у Софии Ротарой нет такого личностного эгрегора. Итак, кем является для эстрады Алла Борисовна Пугачева? Я думаю, даже комментировать здесь не нужно, но все-таки, кто не разбирается в картах эгрегор, здесь все понятно. Солнце, она светит на эстраде, и Паш Ветра, весть о ней разносится везде. Это женщина, женщина, которая поет, женщина, которая харизматична, и женщина, которая смогла создать свой личностный эгрегор на эстраде. Я ждала вас так долго, надеясь навстречу, Я меняла костюмы, прически и грим. Я ждала вас так долго, наверное, в вечность, Столько судеб прошло перед взором моим. Я ждала вас так долго, не так ли, не так ли, Вы явились, увы, в неназначенный час. Вы купили билет на вчерашний спектакль, Я сегодня играю, но не для вас. Я ждала вас так долго, куда же вы пропали? Предо мной говорите о том, что чисты. Не несите мне розы, не надо, тюльпанов.